здравствуйте мои дорогие любимые с вами снова канал школа таро альвиен меня зовут карина я тарологи практик и сегодня мы используем вот такую голографическую колоду таро то есть это у нас таро new vision новое видение да то есть когда таро наоборот карта каждая развернута обратной стороной и мы видим то что происходит за кадром так скажем классической колоды таро вейта это очень классно интересно креативно и тема у нас тоже замечательная как раз под эту колоду как поживает бывший без вас сделаем обзор как поживает без вас бывший партнер или бывшая партнерша у нас будет с вами четыре позиции и первая карта это общий фон настроение человека на сегодняшний день не на сегодняшний день когда я гадаю здесь записываю видео когда вы его открыли да то есть видео для вас актуально когда вы его открываете никак иначе и пока я выкладываю карты я вас приглашаю также на индивидуальные расклады а также на консультации по ясновидению и на ритуалы пишите мне вайбер ватсап вконтакте в инстаграм в телеграм я вам отвечу сообщу все свои условия консультаций и цены и мы с вами обязательно поработаем напоминаю что видео всегда актуально момент когда вы его смотрите даже пусть много лет назад этот ролик записан до когда он записан совершенно не важно важно когда открыли вы его тогда он для вас и актуален и не забывайте что в каждом моем видео есть тайм-коды и они находятся в описании к видео и их видно даже на вот этой дорожке которая для перемотки видео и там сразу понятно обозначено что все тайм-коды на месте потому что многие не видят тайм-коды чего-то не догадываются не знают по поводу рекламы youtube мы не можем контролировать рекламу youtube даже если сейчас на канале выключить монетизацию на любом канале принялся новый закон что youtube без всякого значит контракта без монетизации включает рекламу по своей воле на любом ролике который человек размещает поэтому даже не важно есть монетизация на канале нет монетизации мы не контролируем эти рекламные ролики что нужно сделать для того чтобы рекламы не было подключите youtube премиум и все как подключается youtube премиум оплачивается определенная сумма с одного аккаунта и вы можете подключить к этому аккаунту еще четыре семейных аккаунта если на 5 разделить совсем смешная сумма получается в месяц ну там допустим рублей 50 русских если это смешная сумма в месяц но вы смотрите все ролики без рекламы поэтому 5 аккаунтов подключаете это могут быть ваши друзья но вы их зарегистрируйте как будто это семейный аккаунт и все итак 1 2 3 4 позиции и те кто еще не выбрал ставьте на паузу выбирайте а потом переходите на свой тайм-код а мы начинаем с зеленого камня вот эти я подвину подвину вот так вот камень будет стоять это значит эта позиция идет и первая карта у нас которая выпала это король мечей как поживает бывший но мы видим здесь всегда обратную сторону заметьте да и мы понимаем что вот если общий фон смотреть настроение то человек озабочен заботой о озабочен заботой да озадачен может быть заботой о каких-то людях или о потомстве детях до ребенке или скрывает от кого-то что может быть ребенок рядом или что может быть беспокоиться о ребенке вот и уйдет такая ситуация что внешне человек показывает допустим до всем окружающим холодность строгость дисциплинированность а внутренние у него есть вот этот вот младенец который спрятан в душе и сразу же по общему фону по настроению понятно что настроение собранности с настроение строгости когда ты видишь всех остальных людей насквозь когда ты пытаешься свою жизнь взять под контроль вот так он себя сейчас ваш бывший ощущает ему нужно жить без лишних эмоций он так считает что эмоции никакие включать нельзя может быть сосредоточен в целом на работе на какой-то деятельности на управление чем бы то ни было а в душе прячется вот этот сюрприз там и может быть это ваш ребенок вполне вообще почему бы и нет но вот он беспокоится внутри а внешняя такая маска холодности до неприступности и конечно это мужская такая карта больше всего первую позицию выберут женщины гадающие на бывших мужчин что такой вот именно строгий мужчина сидит на троне всем показывает а перед ним должны как-то или кланяться или ну как-то прогнуться другие люди человек по этой карте может быть сейчас озадачен принятием важного решения в жизни может озадачен быть планированием стратегии разработкой стратегии да в работе например официальными делами подписание договоров и конечно ему нужна эта собранность вот эта строгость для того чтобы в жизни не наломать дров вот он очень сосредоточен сейчас посмотрим следующую карту что у человека на сердце то есть общий фон настроение мы уже поняли да а что у человека на сердце а на сердце у человека как раз таки туз жезлов посмотрите какой-то жезлов ну карта показывает фаллический символ и значит что на сердце этого человека либо страсть кому-то противоположного пола либо страстное желание чтобы то ни было осуществить получить не знаю там реализовать может быть в жизни но вы знаете туз жезлов он никогда не означает само действие он большей частью означает у нас это когда человек планирует именно планирует что-то сделать знаю как лучше видно а вот и конечно же это вдохновение очень много энергии может быть жажда этой деятельности или жажда с кем-то отношений но не исполняет это в реальной жизни то есть пока что только как будто бы просто жаждет желает понимаете чего то конечно же может у него возникла идея хорошего бизнеса но больше всего вы сами понимаете что это ну как сексуальная энергия сексуальная такого человека но такой понимаете король мечей он да он может блестящие идеи иметь в бизнесе если вот он сейчас сосредоточен на том чтобы реализовать себя в работе и больше никак то конечно это может быть блестящая идея просто о чем часто думает ваш бывший или бывшая рыцари пентаклей вы знаете эта карта во первых показывает но действительно какого-то человека медлительного нерасторопного может это брат может быть это человек из окружения да вдруг может какой-то но вот показывает именно часто придворная карта человека то есть о чем часто думает о человеке этот человек может быть младше него так как он сам король мечей а тут рыцарь пентаклей да может быть младше его конечно вот и он часто думает о том что человек уж больно медлительный не реализовывает то что в жизни на самом деле нужно но потихоньку к своим целям идет работящий он часто может таком без человеке беспокоиться мол как он будет дальше сможет ли он да все-таки достичь своих целей раз он идет к этому до сможет ли он много заработать переживает о нем что человек гораздо более медлительный чем он сам вот так же он может думать о сотрудничестве с мужчиной что коллега по работе подчиненный или может быть какой-то ну не знаю родственник которому нужна помощь если все-таки на событийном уровне то он часто думает о том чтобы заняться серьезной продуктивной работой и добиться успеха вот в результате этой систематичной работы мол не бросать нельзя бросать нужно доводить дела до конца вот так и конечно это может быть поездка связанная с деньгами допустим работа за границей или просто работа в другом городе тоже по рыцарь пентакли вполне возможно конечно же тут вы знаете рыцарь пентакли это например водитель до или фитнес-тренер может быть торговец может быть торговец недвижимостью и может быть ваша сфера вот деятельности этого бывшего да она связана с такой какой-то работой и поэтому у него в мыслях это идет вот он часто об этом думает посмотрим его окружение окружение и в том числе работу да то есть в этой карте будет коллеги по работе друзья семья знакомые близкие то есть те кто является его окружением а в окружении у него жрица знаете жрица это женщина которая часто может заниматься колдовством манипулирует да то есть именно так жрица это дама непростая и конечно мы тут у нее еще и за спиной видим двух дамочек которые ей как бы поклоняются и сову до символ мудрости это мудрая женщина его окружении есть очень хитрая мудрая мадам владеющие скорее всего магии да или обращающийся к магам и это окружение что-то скрывает от загаданного человека имеет свои тайны умеет помалкивать умеет быть может быть чуть чуть умнее других женщин жрица она себе на уме она такая она умеет с мужчинами обращаться да она хитрая она может манипулировать она может даже чувства не показывать до определенного момента только для того чтобы ну ее завоевали например интуиция такой женщины очень развита и у нее есть какие-то подружки подсобницы до которые как раз таки ей помогают в ее на в ее работе извиняюсь в едины их не еще надо добавить это будет тубаретка или еще что-нибудь такое да и так ну она может увлекаться в принципе так же как я да там таро магии экстрасенсорикой а может просто быть ну вот очень хитрый такая дама способны к тому чтобы за спиной что-то делать просто со своими подружками или соратницами следующую карту смотрим вспоминает ли человек вас вспоминает ли вас ваш бывший вспоминает ли девятка жезлов ох старается не по не вспоминать да вот стоит значит наш товарищ который защищает свой забор из этих из жезлов до свой чистокол а к нему пришел медведь вот вы этот медведь а он вот этот вот товарищ солдат да и смотрите он пытается сделать все чтоб медведь сквозь чистокол не прорвался хотя сам уже устал вот с одной стороны вспоминает потому что пытается же сделать все до чтоб медведь не прорвался а с другой стороны вы как будто бы гораздо сильнее то есть когда мы смотрим на девятку жезлов в другой интерпретации с классической мы не понимаем от кого защищается наш солдат но он очень уставший у него перебинтована голова у него нет энергии практически да но стоит из последних сил а когда мы видим медведя мы понимаем что солдат не справится что товарищ который защищает свой чистокол не справится и мы с медведем не справится он не сможет к сожалению поэтому да он вас вспоминает но понимать что вот как будто бы тот момент что он защищает себя от вас в личное пространство и информацию о себе от вас этот момент уже скоро отпадают ну как сказать его оборона падет потому что нет столько сил защищать значит есть притяжение по сути да следит ли человек за вами в социальных сетях сетях следит ли бывший в социальных сетях девятка пентакли от видите девятки это карта одиноких людей одиночек те которые стараются всеми силами сделать все для того чтобы отгородиться от других и вот он от вас отгораживается и социальные сети могут здесь быть подключены но очень редко то есть заглядывает но редко очень редко старается избегать этого вопроса чтобы следить что показывает что скрывает этот человек мы это одной картой можем узнать потому что это же таро наоборот это же у нас но new vision до новое видение таро что показывает и что скрывает мы увидим в одной карте ну что тут можно сказать он показывает что он на счастливые возможно даже семейный человек до показывает что он счастлив браке или там в отношениях или в своем коллективе что все дружно что все замечательно что все хорошо у него жизни и ведь эта карта она с обеих сторон выглядит одинаково то есть он скрывает с одной стороны свои какие-то семейные привязанности душевные привязанности а с другой стороны показывает себя человеком удовлетворенным жизнью да поэтому здесь особо нет ему чего сильно то скрывать ну знаете может он даже не прячет свои какие-то социальные сети или еще что то или вообще в них просто не регистрируется вот поэтому тут нет такой особой какой-то демонстрации мы больше это видели по первой карте да по первой карте что вот тут есть скрытая забота какая-то беспокойство о ребенке но на этой карте тоже есть дети вот но такая позиция номер один разобрали как могли вашего бывшего перейдем к позиции номер два как поживает бывший вот будем анализировать на семи картах первая карта это общий фон и настроение вашего бывшего отшельник а сзади змея это же таро наоборот это новую new vision до новое видение тут змея подкрадывается или может быть она его домашние просто за ним идет но мы сейчас это поймем с вами вот смотрите мы рассуждаем отшельник общий фон и настроение человека отстраненная от других людей но при этом человеку очень хочет обрести духовный рост то есть ему нужно духовное развитие сейчас он на этом очень сосредоточен и чувствует себя одиноким человеком который ну вы знаете даже не просто одинокий человек которого покинули нет 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 который покинул сам других людей который отрешился от них ради своего развития ради прохождения духовного пути и который постарается сделать все чтобы освободиться от материальных зависимостей и перейти полностью на духовность представляете чтобы ни к чему в этом мире не привязываться такой человек вполне может быть настоящим интровертом уж явно сейчас экстраверсии от него не пахнет да и к нему сзади подбирается змея а он ее не видит он уперся в это духовное развитие она может его укусить за ногу но он этого не заметит то есть на вашего бывшего явно кто-то негативит у него есть враги или враг но он этого сейчас не видит он сосредоточен на том как он прав в своем духовном пути он пытается проявить благоразумность он пытается изолироваться от других уйти от внешнего мира уединиться то есть это вот единственное что тут можно вообще трактовать по отшельнику если не лает моя собака то есть эти чужие собаки правда почему бы и нет видимо у меня собачья карма и так что на сердце у вашего бывшего что на сердце ну восьмерка мечей которая говорит о том что этот человек всеми силами пытается отгородиться от всех из-за психологической травмы и неуверенности в себе то есть по первой карте мы поняли что он еще и пытается духовно развиваться но у него есть психологическая или тяжелая вообще жизненная травма на сердце у него вы знаете идет блокировка да то есть прям психологические блоки и этот человек не способен сейчас в жизни решительным действием никаким он не уверен в себе в своих силах он замкнут он закомплексован и он стесняется даже себя своей жизни то есть он стесняется вообще просто того какой он есть понимаете вот он вот весь связан по рукам по ногам у него завязаны глаза а обратная карта сторона карта еще и в том что над ним кружат вороны то есть еще немножко его склюют и опять мы видим врагов тайных скрытых врагов этого человека возможно этот человек живет с диким негативом да потому что мы то видим к нему подкрадываться змея то над ним кружат вороны этот эти знаки отпуск упускать по картам нельзя ни в коем случае у него позиция жертвы он неадекватно оценивает свои возможности у него нет адекватного взгляда на свою жизненную ситуацию поэтому у него на сердце восьмерка мечей и поэтому по отшельнику он отдаляется от всех окружающих людей это не нормальное состояние вам честно говорю о чем часто думает такой человек о чем часто думает ваш бывший двойка пентаклей и опять кружащий ворон до двойка пентаклей перед кем у нас жонглер то жонглирует здесь по этой колоде в других колодах когда разворачивают двойку пентаклей тут шут вот этот вот замечательный да или скоморох фокусник он жонглирует перед толпой а здесь когда развернули в этой колоде new vision он жонглирует перед овцами как вы думаете интересно ли овцам то что он делает вот прямо ответьте мне в комментариях абсолютно не интересно и этот человек понимает что во первых у него в жизни качели он живет в полной нестабильности но то что он умеет и хотел бы применить для заработка денег например для того чтобы продемонстрировать людям никому не интересно и он может это показывать только овечкам в поле потому что он от всех отгородился и он не может себя реализовать даже в материальном плане этот человек живет в какой-то ситуации выбора когда ему этот выбор сделать необходимо а он не может этого сделать ему трудно это сделать восьмерка мечей на сердце ему явно мешает и более того он понимает что его труд его умение никто никогда не будет ценить и над ним кружится опять черный ворон который символизирует в этой колоде явные напасти трудности и негатив от кого-то окружение работа близкие смотрим до семья друзья коллеги а вот здесь мы видим короля жезлов в этой колоде мы с обратной стороны этого короля видим как раз таки и льва и обнявшуюся пару но король сидит на троне и никому этого не показывает никому в этом мире он показывает свою власть он показывает свое великолепие да но он не показывает то что скрыто с обратной стороны что это значит в его окружении есть властный мужчина семейный семейный и довольно такой жесткий он подавляющее звено в этих отношениях однако ваш человек раз он отшельник он гораздо сильнее этого короля просто он сейчас этого не знает и не осознает и король выступает подавляющим таким вот ну как властным человеком который манипулирует и до в окружении есть мужчина или человек у которого очень властная натура который помыкает по сути загадным человеком это может быть как начальник так и какой-нибудь там не знаю брат отец вдруг кто угодно если вы женщину загадали то над ней какой-то пытается властвовать мужчина в окружении среди близких людей или коллег по работе или начальство то есть именно подавляющая система идет сам этот человек у него и жена дети скорее всего так вспоминает ли этот человек о вас периодически бывает ли вообще такое или нет ну вы знаете по десятке пентаклей очень хорошие отношения дружба и да конечно этот человек о вас вспоминает как о чем-то о ком-то светлом в своей жизни и о хорошем жизненном этапе который ну естественно прошел вот тут даже подчеркивается уважение к старости уважение к родственникам к окружению которому мы должны быть благодарны то есть человек вам за что-то благодарен да и благодарен вам может быть за заботу о своих родственниках если вы были в серьезных отношениях также благодарен может быть за семью за детей если она у вас с этим человеком было вы знаете здесь много хорошего человека вас думает и вспоминает и часто довольно таки часто и считает вас очень замечательным человеком вот так хорошее мнение о вас сложилось у этого человека даже если вот ну расстались да это же бывший все но с человек очень с добром вспоминает и сейчас очень огражден от всех остальных людей следит ли этот человек за вами в социальных сетях но тут шестерка кубков падает которая показывает что однозначно следит этот человек отведите когда эту карту вот так повертишь да тут у нас мальчик с девочкой тут бабушка с дедушкой то есть вот прям как духи прошлого это называется кто-то кто охраняет по роду может быть кто-то из его рода или из вашего рода хотел бы чтобы вы на самом деле общались или вас связывают силы рода может вас общие дети например да следит этот человек в социальных сетях сто процентов следит и много чего интересного тут идет по информации что может вы были очень близки с этим человеком у вас были серьезные именно отношения может семейные вот так и человек не может за вами не следить это было бы для него даже ненормально то есть если не посмотрит как вы живете вашу страницу это не нормально для него он это так считает что он должен смотреть даже ну не то что чувство долго да просто что он не может не смотреть ну и что показывает что скрывает это одной картой будет видно потому что это таро наоборот да ну смотрите тройку кубков показывает и скрывает он знаете показывает что он будто живет очень хорошо у него как жизненное благоденствие счастье радость жизни друзья там может быть да у нас на самом деле отшельника друзья там знакомые вообще все супер он счастливый мол человек или он выпивает может вот так или показывает какой он вот такой разгульный образ жизни ведет на самом деле он скрывает то что он попал возможно в какой-то ну треугольник потому что видите как руки тут перекрестились то есть мы видим здесь когда ту сторону карты то мы этого не понимаем даже насколько тут все серьезно то есть когда мы видим одну даму держащую виноград а вторая перекрещивает с ней руку да и мы понимаем что идет как будто бы вот треугольник то есть человек скрывает то что он когда-то видимо или сейчас треугольники и попал в треугольник какой-то или между двух огней мечется ну то есть когда его буквально рвут на части два человека это не обязательно соперница и соперница например как вы можете классически подумать ну там не знаю мать и отец мать и там нынешняя жена или еще что-то но чувствуется явно одиноким поэтому там жена муж вряд ли да хотя может вполне такое быть я часто разбираюсь ситуации когда люди даже в браке чувствуют себя абсолютно одинокими вот поэтому вот такие вот карты выпали спасибо вам за внимание надеюсь эта информация была вам хоть чем-нибудь полезно и рассмотрим третью позицию как по вживает ваш бывший без вас вот и первая карта общий фон настроение человека на сегодняшний день на день когда вы смотрите соответственно а мы здесь видим дьявола дьявол наоборот да тут с обратной стороны и мы понимаем что дьявол манипулирует нашими влюбленными да то есть всячески манипулирует но при этом их цепи очень слабым то есть несмотря на то что он манипулирует этими влюбленными они могли бы уйти спокойно но они поддаются искушению дьяволом вы знаете дьявол это первую очередь когда человек живет в ситуации зависимости или черная магия на него наведена ну вы же это сами понимаете что такое дьявол да то есть когда человек может выпивать там например вести очень порочный образ жизни стараться там пускаться во все тяжкие это вот дьявол ведь у нас и есть да когда человек может по барам с друзьями постоянно тусоваться а там такие демоны посмотрите адские да вот этим и мы понимаем что влюбленные то наши попали до попали кто-то про манипулировал возможно человеком которого вы загадали чтобы будто бы быть с ним в отношениях и это тоже созависимость связанная воля то есть несвобода человек сейчас общий фон настроения несвободы что им манипулирует что он попал туда из-за соблазна вот ну вот и может быть одержимость алкоголь наркотики там вот это все любое что вот из этого я перечислила даже игромания может быть зависимость от компьютера ну и отсутствие выбора то есть я не мог выбирать мной манипулирует меня там не знаю преследуют да или заставляют что-то конечно иногда дьявол может показывать ну когда человек живет только земными удовольствиями деньги власть секс вот такое а бывает что показывает наоборот что человек очень гневный и злобный и агрессивный жестокий ненавидит всех вокруг да и проявляет ну насилие к окружающим то есть может быть ваш бывший проявляет насилие к окружающим его людям и тогда это очень хорошо что это ваш бывший а не нынешний да идем к теперь теперь ко второй карте что у этого человека на сердце то есть мы поняли на что вот как у него общий фон а теперь что у него на сердце вообще есть а у него на сердце четверка жезлов ну во первых возможно создание какой-то семьи брака с кем-то да то есть заключение брака свадьба может быть свадьба но также четверка жезлов а наш показывает еще и когда человек покупать недвижимость то есть на сердце может держать покупку дома квартиры вот такое и но иногда официально работать хочу вот я сейчас живу по дьяволу работаю там по черной бухгалтерии да а хочу все сделать официально тогда я живу в четверке жезлов соответственно то есть вот такая карта но он очень хочет быть счастливым четверка жезлов до хочет стабильности в жизни быть счастливым уж явно не хочет чтобы им кто-то манипулировал конечно и не хочет быть зависимостях ему хочется стабильной счастливой жизни это факт о чем часто думает ваш загаданный человек ваш бывший о чем часто думает шестерка жезлов но о том как бы вот перед всеми по выпендриваться показать какой он крутой что он хотел бы вот всем показать как он классно живет на самом деле это у него мысли вообще постоянно что он победителем хочет быть чтоб все вокруг кланились насколько он хороший насколько интересный там да или харизматичный чтобы он замечал противоположный пол чтобы уважали на работе чтобы все-все-все говорили ему комплименты почитали его делали бы ему подарки оказывали бы внимание а он бы вел за собой эту толпу возглавлял бы там до стал становился бы начальником вот и под также шестерка жезлов это победа в конкурентной борьбе над своей конкуренции какой-то возможно этот человек столкнулся с конкуренцией соперничеством и хочет быть победителем то есть показать свое я показать насколько он на самом деле лучше любых конкурентов и любых соперников или соперниц но вдруг эта женщина на соперниц тогда окружение работа коллеги семья друзья смотрим повешенный ну повешенный осмеян да или как ну кричат на него в толпе он висит на столбе а мы разворачиваем же карту здесь и мы видим толпу которая его порицают его все осуждают все окружение загадного человека осуждает его он себя считает жертвой которая висит на столбе и на уровне там не знаю святого до которого вдруг распяли вот повесили там подвесили за ноги и он считает жертвой которую порицают а на самом деле ведь это не так мы же видим дьявола и рано или поздно эти влюбленные дойдут до того что их подвесят на столбе они дойдут до этого их вся толпа будет тыкать пальцем и порицать все окружающие осуждают за что-то загадного человека осуждают вашего бывшего и он ни с кем не может найти мира но делает гордое лицо и говорит я жертва здесь в этих обстоятельствах вы меня зря тут все тычите пальцем вспоминает ли этот человек о вас давайте посмотрим умеренность но вспоминать то вспоминает но ему бы хотелось как будто с вами примириться как бы исцелить травму какую-то этих отношений сделать примирительный жест получить исцеление этой ситуации которая между вами вообще в жизни произошла знаете тут как бы не то что совесть мучает мы тут видим не совсем-то совестливого человека чуть-чуть наоборот бессовестного но умеренность она показывает что как бы уладить вопросы тогда может быть или вот просто прощение какого-то попросить чтобы может человек боится вашего гнева или того что вы внутри себя держите на него обиду вот так и вот как будто бы нужно чтобы между вами был вот этот ангел умеренности что наступила бы ну пора такая в жизни когда вы бы совершенно друг на друга не имели негативных любых эмоций как исцеление живая вода до умеренность у нас ангел жила живая вода благословение может быть от высших сил следит ли этот человек за вами в социальных сетях давайте посмотрим ну паш кубков конечно говорит что этот человек следит за вами в социальных сетях конечно следит и что-то как будто хочет поболтать может быть ему нет не просто следит а вы болтаете в социальных то сетях ведь паш кубков он предлагает свой кубок то есть он может вполне не просто следить из-под тяжка а еще их разговаривать общаться свободно тут ведь не за горами как будто тот момент когда предложит дружбу в социальных сетях да или как-то попытается выйти на контакт пообщаться сделать все чтобы вы пообщались предложение может быть любовное поэтому бойтесь этого дьявола потому что дьявол да еще шестеркой жезлов спесь вот это показывает а перед другими еще и жертву да все фальшивый чуть-чуть гниловатый человек на самом деле и когда он вам начнет предлагать вы понимаете что вы же оказываетесь в треугольники как минимум если не в четырех или пятиугольники что показывает что скрывает это мы одной картой смотрим раз это таронью vision до 2 наоборот влюбленные ну что я тут могу сказать он всем показывает что так его жизни получилось что он предстал перед выбором потому что у него случилась и любовь но он скрывает при этом что он знает что его змея искусительница укусила дали змей искуситель соблазнил и так получается что ну высшие силы его низвергли сра это за сразу он туда видите и с одной стороны он показывает всем что да вот я такой я предстал перед выбором выбор меня немножко обескуражил выбор меня немножечко сломил я там допустим хотел поступить по сердцу так как велела мне мое сердце вот так может показывать людям или там вот я влюбился в этой жизни там да а на самом деле вот именно искушение же тут просматривается то есть почему адама и еву спустили то в итоге из рая на землю данного не ватуш на землю в это потом они стали уже другими вот почему потому что пришел змеи искуситель и горит хочешь говорит яблоко с древа познания она говорит ну давай вот и все и тут также вот хочешь я тебе дам там что-нибудь да такое давай поэтому здесь могу сказать так что этот человек фальшивка этот человек который думает в жизни только о себе он бахвалится он живет в зависимостях или под воздействием и довольно эгоистичный но такая позиция у нас номер три четвертая позиция как поживает ваш бывший и первая карта у нас там общий фон и настроение на тот момент когда вы смотрите это видео солнце ну как же этот человек рад до рад счастлив и вообще все у него супер он считает себя человеком который исполнил в жизни все свои мечты и желания и сейчас это самый счастливый самый замечательный такой вот человек который чему-то очень рад и у него случилось какое-то большое в жизни что счастье радость может быть там не знаю рождение ребенка свадьба там еще какие-то другие счастливые события то есть общий фон ну просто вот прям плещет лучами вот этими солнца он ощущает полноту жизни он чувствует глубокое внутреннее удовлетворение прилив энергии у него какая-то чувство даже безопасности есть может быть признание в обществе в работе человека этого да то есть реализация целей в плане богатства там финансового достатка да но также просто прояснение в мыслях то есть вот я имею такую-то мотивацию я личность и я знаю куда я в жизни иду я знаю как поставить свои цели вот он чего чему-то ну очень воодушевился и обрадовался ваш бывший и на сегодняшний день у него просто прекраснейшее настроение великолепнейшие ну давайте посмотрим а что у него на сердце настроение это мы уже поняли да что такое такой счастливый человек прям плещет прям счастье из него и что на сердце ну здравствуйте а на сердце то у нас десяточка мечей обалдеть да мы видим тут солнце ясное а здесь полный крах на сердце отчаяние переживания хуже некуда разбитое сердце сердце обливается кровью страдает мучается переживает возможно какой-то женщине до траур несет это сердце в сердце дыра человека буквально ментальный хаос он растерян он живет в ужасе вот посмотрите на это тут человек пригвозь пригвозденный или жденный или ну ладно проткнутый десятью мечами валяется да неизвестно выживет он или нет но вряд ли и мы видим здесь фигуру которая приближается в черном и мы понимаем что вот ужас утрата может быть даже ясного осознания того что в жизни должно происходить то есть на сердце это все отчаяние его грызет понимаете и может быть разрыв с прошлым до пессимизм усталость сломленность то есть весь этот вот вот дух такой вот радости и счастья скорее всего показной потому что да у человека может быть хорошее настроение но внутри бардак да не просто бардак а ужас весь вот этот хаос до переживания черная магия за что угодно то есть когда у человека сердечная чакра вся заблокирована негативные программы на сердечной чакре о чем он часто думает ваш бывший о деньгах туз пентакли о том что больше больше заработать больше как можно больше я хочу много денег вот так прям дайте мне шанс дайте мне возможности я их сразу реализую я схвачусь я хочу много денег вот так прям ему нужны как будто вы знаете подарки от судьбы он ждет шанса от судьбы может быть хочет какой-то даже свой дар активировать талант активировать ему хотелось бы финансовой стабильности ему хотелось бы талисман удачи для себя потому что ему нужны деньги деньги для него сейчас на первом месте потому что в сердце дыра и мы понимаем что ему материальный достаток наиболее важен чтобы хоть как-то выправить свою жизнь то есть раз в сердце дыра у человека он часто переключается на материальные вещи он часто хочет зарабатывать как можно больше больше и больше потому что он хочет этой своей работой заткнуть какие-то дырки до в своей жизни другие кто-то вот допустим болеет когда много работает чтобы забыться а кто-то когда любит или потерял кого-то да тоже хочет много работать чтобы забыться почему потому что работа отвлекает зарабатывание денег очень отвлекает от всего остального от остальных проблем ну давайте посмотрим его окружение ближайшие коллеги по работе семья друзья а вот они как раз мы здесь видим рыцаря жезлов и он столкнулся в пустыне с караваном рыцарь сам едет до караван тихо идет но там много народа но вы знаете у него очень мало близких все его близкие как будто бы чуть-чуть для него чужие люди он может к ним приезжать но навещать и так далее но больше это человек отстраненный от близких и работает скорее всего с теми людьми с которыми он совершенно не дружит а просто вот коллеги коллеги мы ничем больше не связаны совершенно чужие для меня люди я к ним не привязываюсь они ко мне тоже вот так клиенты тоже вот клиенты и клиенты есть субординация а почему у него потому что вот такое вот сердце да и мы понимаем что для него все как будто чужие мама папа все чужие он их редко видит он не хочет ни с кем особо с них контактировать он может их навещать но вот не более того понимаете и даже если у него есть семья дети он может разъезжать командировки ездить по работе и редко навещать свою собственную семью стараться пропадать на работе потому что они для него как чужие это те кто просто иногда появляется мелькает в его жизни вспоминает ли этот человек вас до король кубков очень сильно вспоминает но вы посмотрите что прячет за своей спиной этот король мы же знаем что король кубков то у нас такой весь замечательный и добрый же верно это же кубки и он король вот а что мы видим он перед собой видит огромную волну да как цунами шторм и лодку которая ну вот он может как ею управлять же по сути до этой волной и разбить эту лодку правильно дальше мы видим что символ самого короля за спиной да и топор молоток нож все инструменты да здесь собраны а почему они здесь собраны всякие колющие режущие и так далее предметы потому что да он перед всеми добр а у него за пазухой нож нож держит за пазухой и поэтому этот человек он может часто о вас думать вспоминать но он всегда держит нож за пазухой он вам хочет возможно отомстить за что-то сердится злиться но никогда этого не покажет никогда он будет держать нож за пазухой скрытая сторона в этой колоде показывает все нутро человека понимаете и нутро то оно тут знаете какое злое оно на самом деле злое этот человек может схватиться в любой момент за нож когда вот вам нужно будет вот ударить по какому-то больному месту да я смысле морально конечно не по правде же за нужно следит ли он за вами в социальных сетях семерка кубков а вот с чужих страничек с чужих страничек и вы знаете такое чувство что никогда бы не захотел чтобы об этом узнали вот не погадали бы не узнали никогда жизни старается прятаться в этом плане старается сделать все чтобы вы не поняли об этом до следит еще кому-то может показывать судя по этой карте мы же обратную сторону видим так еще два человека это очень очень такие должны быть друзья близкие а у этого человека близких очень мало я вижу что для него все чужие поэтому скорее всего просто притворяется другими двумя страничками может тремя что показывает и что скрывает вот это одной картой будет видно это же таро наоборот но он показывает что он счастлив в любви именно вот показывает всем людям что у него хорошая пара например что у него есть там не знаю человек на всю жизнь что он счастлив там не знаю в отношениях браки или еще как-то вот как будто счастлив мол в любви в какой-то да вот в отношениях и скрывает он то что он на самом деле ну как будто бы совершенно то в горе живет да то есть в обратную сторону то есть скрывает он то что у него этой большой любви то может быть и нет а просто это показушная любовь какие-то показушные отношения но такие у нас были четыре позиции сегодня всем спасибо за внимание жду ваших комментариев по данному видео приглашаю вас на индивидуальные расклады на консультации по ясновидению на ритуалы подписывайтесь на наши каналы ставьте лайк этому видео и до новых встреч пока пока